Мы летим 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 Приветствую вас, мои доблестные рыцари-тамплиеры Девятый А Звонок, кажется, был для всех Доброе утро, Арсений Михайлович Глубоко уважаемый Лев Сергеевич Вы у нас человек новый Но смею вам заметить, что мы не делаем разницы между учителями и аспирантами Если вы хотите и после окончания аспирантуры остаться работать в нашей школе То вам придется запомнить, что учитель должен приходить сюда раньше своих учеников У вас нет первого урока? Есть в 10-м Б Я тогда... Не смею вас задерживать Удивительная, неоднозначная фигура Не зря Д'Антона называли загадкой французской революции Потому что это был очень яркий политик Бурный, порывистый человек Человек принципов И вместе с тем он был продажным функционером и инициатором убийств роялистов Но в то же время тайный защитник тех же роялистов, пытавшийся спасти короля от казни А господин икоренистов расскажет нам, кто такие роялисты? Роялисты это те, которые... Ну... Которые играли на рояле в четыре руки, да Садитесь Еще один такой ответ И красивый жирный кол я поставлю в журнал Макашова Роялисты От английского роял Приверженцы павшей монархии Приятно слышать Садись И, кстати, рояли тогда были не в моде В то время при дворе предпочитали клавесины, виолы де гамбо, скрипки Что? А, слушайте Узнаете? Ну, давайте, давайте, подбивайте Ну, что вы, как я, ну, представьте, что вы в Париже, на бригадах Ну, давайте, давайте Итак, Жорж-Жак Д'Антон Человек, из которого историки пытались сделать настоящего героя Человека без недостатков, больше похожего на памятник Но, к счастью, Д'Антон был обыкновенным, простым Человеком А вообще, вы знаете, вы абсолютно правы История — это дико скучные вещи Слушать рассказы про людей, которые жили 300 лет назад Наверное, интересно слушать истории, которые произошли с нами, со мной Кстати, один мой старинный друг Он сам из деревни В детстве без конца возился с коровами, поросятами С заигнятами ухаживал Был уверен, что он справится с любым, даже самым-самым диким зверем Однажды, после стычки с быком, у него было сломано несколько ребер А губа превратилась в лохмотье И как вы думаете? Вы думаете, он струсил? Нет Как только раны зажили, он пошел снова Ну что, Быкова того? Ты знаешь, во второй раз Бык сломал ему переносицу Ну, дурак Зачем он лез-то? Но это была не последняя схватка Он решил взять реванш И опять пошел на быка Ну, а что дальше, пожалуйста? В третий раз Десятый Б Чего замерли? Переодеваться быстро, звонок уже был Лев Сергеевич Ну и чем там все закончилось-то? Ну, история с вашим другом Сколько им? Ну Он едва не остался калекой Но твердо понял Не всегда стоит идти на пролом А умер он Пятого апреля Или шестнадцатого жерминаля Тысяча семьсот девяносто четвертого года На Ишафоте И последними его словами были Палач Покажи мою голову народу Она стоит того Все свободны Угу Переодеваться быстро Так это он что, про Д'Антона рассказывал? Ага Про своего старинного друга А сегодня Они пели Марсельезу Да так что У меня реактивы из пробирок Выплескивались Вот бы они у меня так на музыке пели Кстати, произношение у них отличное Ну да А когда они будут изучать Вторую мировую Будем заклеивать окна крест-накрест Добрый день всем Добрый день Добрый Скажите, а журнал восьмого В у вас? У нас, у нас Здорово Лев Сергеевич Да Помилуйте Вы опять из урока устроили балаган Возможно, я отстала от жизни Или это новомодное интерактивное обучение Не учить, а развлекать Лев Сергеевич У нас гимназия Традиции А вы? А я стою на голове Пытаюсь объяснить детям Что люди из прошлого Это не какие-нибудь засохшие мумии Или монументы Это нормальные живые люди Ах, мумии? Прекрасно Ух ты Я что-то не так сказал? Лев Сергеевич Но неужели вы еще не поняли Что у нас здесь так нельзя? Нет Как так? Громко Здесь же главное традиции Лев Сергеевич Можно вас на минутку? Лев Сергеевич Вы так пели Да Лев Сергеевич Я хочу вам напомнить Что мы преподаем с вами В классической гимназии Не сомневаюсь в том Что вы понимаете Значение слова классическое Мне кажется Классика не отменяет Мыслительных навыков Я пытаюсь научить их мыслить А не просто заучивать Голые факты Я не знаю Чему сейчас учат в институте Но не кажется ли вам Что для выполнения Такой стандартной задачи Как научить мыслить У вас слишком Новаторские методы Тем более Что мыслить Они должны в рамках Понимаете? И не мы с вами Определяем эти рамки А кто? И кстати Сократ очень любил выпить Послушайте Лев Сергеевич Я работаю в школе Более тридцати лет А вы только начинаете И мне кажется Что начинаете не с того Знаете как в паровозе Все может уйти в гудок И вот еще что Гильотен Придумал гильотину И чем для него Все это закончилось Я знаю чем это закончилось Ему тоже чуть не отрубили голову Но гильотину Придумал не он А доктор Антуан Луи Так что это большое Историческое заблуждение Ну что Мои верные сарацины Победим мы сегодня Сида? Победим! Тогда поконим! Историческим заблуждением Был день Когда я вас взял На работу в эту школу Да не зря ее Анна Андреевна Пока Левка Слушай Ты себе не представляешь Мы сегодня так играли Глинская концерт давала Соскучился как капус Сам про французскую революцию Рассказываю Думаю Про прекрасную девушку В таком длинном Белом 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 платье И веночек такой Знаешь И слерда раньше Ну уж нет Не будет никаких веночков Еще скажи фата Хорошо не буду Чтобы не злить Ваше высочество А когда мы пойдем Падать ниц Перед отцом королем Я готов На полцарства И руку в придачу И скрипку В придачу А может быть Прямо сейчас махнем А? Ну заявимся К твоим родителям Скажем Что мы подаем заявление Да и бог с ним С этим полцарством Ну не сегодня Ну сначала тебя нужно Побрить Пострич Да я вроде и так Ничего Вот именно Ничего Оооо Люди добрые Посмотрите Ее не волнует Моя душа Ее волнует Покрой моего Камзола Левка Слушайте Девушки А поехали Ко мне Прямо сейчас А? Ну поехали Я согласна Нет К сожалению Мы вынуждены Отказаться Нам еще Гайд научить Концерт До мажор Здоровенный В трех частях Я хочу быть Четвертой частью Так Девушки Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лёвчик! Ну, чё ты застыл, как холодец, а? Чё, тетку родной не пустишь? Проходите. Петька, Коля, тетя Тань. Здрасте. Здрасте. А что ж вы мне позвонили? Ты чё? Я ж тебе звонил, как подорванная. Тэшные где-то уносят. Ну, чё встали? Разуваемся. А я мобильного твоего не знаю. Ну, тапки-то у тебя есть? А? Да, конечно. Давай. Раздевайтесь. Ну, чё возитесь? Так. Давай, расстёгивай куртку. А каникулы-то вроде уже кончились. А у них каникулы, когда у матери свободное время. Ха-ха-ха! Москва, конечно, очень интересный и замечательный город. Я советую вам сходить обязательно в политехнический музей. Ребятам там понравится. Только как вы всё это успеете? Успеем. Не переживай. Мам! А в какую школу мы пойдём? Ты чё? Да, мальцам хотела твою школу показать. Вас, говорит, образство показательное. Да, у нас гимназия. В общем, я... Ну, конечно, смогу вас туда провести, но только во второй половине дня. Потому что у нас там строго и правила... Сходим. Обязательно. В койку, быстро. А я как раз им сейчас бельё за... Не надо, не надо. Мы со своим. На диване там, стелитесь. Ну, рассказывай, как ты? Как живёшь-то? Да что рассказывать? Работаю... Это чё такое? Это протечка, что ли? Верхняя? Да это старая ещё с бабушкиных времён. Разберёмся. Ну, как живёшь-то, Лёвушка? Тяжело-то, небось, одному. О, бабушка тебя разбаловала. Да нет, она в последнее время почти не вставала. Да, я не могла. Ну, ты ж сам понимаешь, у меня вон дети. Муж опять-таки. Ну, куда бы я её? Она всё понимала. Но мне кажется, наверное, правильным было бы всё-таки приехать к ней на похороны. Ну, вот, прям завтра и на кладбище, с утра. Петька-то всё болел, бронхит. Извините. Угу. Алло. Кто? А, добрый вечер. Да, здрасте. Ага. Когда? Да, понял. Подождите, а не подскажете адрес-то точный? Угу. Да, понял, с кольцевой. Ну, спасибо, спасибо. До встречи. Всего доброго. А я забыл совсем. Завтра же завещание бабушкину вскрываю. Так что это нотариусы с вами. Да, да. Да. Доброе утро. Как спалось на новом месте? Хорошо. Там, кстати, в холодильнике и молоко есть, а в шкафу есть хлопья. Так что угощайся. Доброе утро, тетя Таня. Угу. Вот бабушкины старые ключи. Замок несложный, так что разберётесь. Разберёмся, разберёмся, не боись. Угу. И зайдите в политехнический, там будет интересно, обещаю. Я побежал. А, и я сегодня задержусь, мне к нотариусу надо. Так что вы тут сами разберётесь, ладно? И в морозилке есть куриные ноги. Беги, 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 справимся. Чё застыл? Зубы! Мигом! Дел по горло. Петька! Подъём! Где там эти ноги? Петька! Петька, вставай, поганец! Простите, а мы кого-то ждём? У меня просто очень мало времени. Ко мне приехали родственники. Здравствуйте. Походите, пожалуйста, присаживайтесь. Ну вот, все в сборе. Да. Я хотел бы огласить завещание Галаниной Евдокии Александровны. Итак, согласно воле покойной, однокомнатная квартира по адресу город Москва, улица Верейского, дом 17, квартира 14, со всем движимым имуществом переходит к её дочери Терновой Татьяне Ивановне, девичестве Галаниной. Подождите, а... В связи с отсутствием ещё какого-либо имущества, прошу вас подписать документы, то есть вас, наследополучателя. Ваш паспорт, пожалуйста. Да. Куда побежал? Стой! Иди сюда! Падай, убитый! За что не падаешь? А ну и стой! Косой! Косой! Не попадёшь! Ах ты! А ну и сезон! Угу. Ой! Супчику, Лёвчику! А? Тань, я... Я правда не понимаю, это ерунда какая-то. С этой квартирой, с этим завещанием. Лёвчик, ты веришь? Ну, сама ни сном, ни духом. Вообще, просто как снег на голову, честное слово. Супчику лапшичка куриная, домашняя. Лёвчик, ну ты же не в обиде. Это всё очень странно. Бабушка сказала, что квартиру оставит мне. Я не знаю. Вообще-то она мне родная мать. Ты, конечно, тоже и внук. Прямые наследники, это мы с твоей мамой. Моей сестрой. Ну, а потому как Ольга умерла в царстве небесное, то остаюсь я одна. Прямая наследница. Лёв, мы там в комнате будем. Ну, а ты здесь на раскладушке, на кухне пока. Тем более, что завтра Геннадий приезжает. Какой Геннадий? Я вообще-то замужем. Доброе утро. Угу. Надо всё перестать ещё. Пройти некуда. О, Генка, приехал. Привет, Танюха! Не ждали? Давай, а ты-то, заноси. А грузчики, грузчики-то где? Отпусти её. Зачем нам грузчики? У нас тут племяш, помощник какой. Давай, хватайся, неси. Вот сюда. Вот это. Ах! Соскучилась? Ах! Так, ну, а мебель дня через три. Раньше никак. Ага, ага. Ах! Мебель. Ух ты! Москва-москвеща! Ах! Ну, а квартиренцы, ничего. Ха-ха! Года два без ремонта протянет! А сковородку, где я его просила положить? Ага. Ага. Это всё, а? Чёрт! А? Ух ты! Тётя Таня, а вы не видели мой портфель? А, на балконе. Танюха! М? Иди сюда! Генка! Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. 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 для всех у нас просто сломался какой у вас первый урок ну иди в следующий раз не опаздывает спасибо пожалуйста и иди давай беги уже царь зверей лёвчик подъем на пора завтракать я сейчас я поймаю вообще-то мы у себя дома и потом сегодня воскресенье так не трогай не трогать трубку это меня да милая понял на нашем месте три часа договорились что нет нет я просто умываюсь да до встречи абонент временно недоступен временно недоступен нет ну сколько можно ехать то а привет прости опоздал да не прощу я стою тут как так эти цветы ты подаришь маме на обед индейка с черносливом специально для тебя да тут смотри такая история в общем ко мне тетка приехала из саранска с мужем с племянниками ну поздравляю тебя да господи не страшно по гостям уедут ну такое ощущение что они не уедут никогда как это никогда лёв да чё за чушь это очень странная история получается что бабушка оставила квартиру им что подожди как это а ты нет а а мы а а где мы будем жить то после лёв лёвка да ты шутишь наверное да к сожалению нет не а что я своим должна сказать а ну послушай мы ну мы что-нибудь придумаем все решится лёв да что решится то вы что свалимся на голову моим в пушку вот страсти мы поженились будем жить у вас здесь нет а сестру мы мою куда денем с малышом а нет я знала я так и знала что подожди ну мы же можем снять квартиру или комнату лёв наших денег не хватит даже на то чтобы снять лифт ну на грузовой наверно не хватит на пассажирский на скребём ну это ж мне Коля подожди Чё? ты зачем его взял а что это за хреновина то? Это древнерусский меч. Я просто в институте занимался историческим фехтованием. О, племяш! А мы тут это, затеялись. Плитку надо переложить, потолки побелить, стены покрасить так, что все будет в ажуре. Не переживай. Да? Алло! Лех? Здорово! Это Тихонов! Слушай, тут такое дело, мне бы, в общем, где-нибудь перекантоваться бы пару недель. Да, ну, ситуация. Слушай, ну, жена, дело святое, все понимаю. Давай. Ничего страшного, без обид, правда. Алло! Моисеевич, здорово! Узнал? Чего пропал? Закрутился, как обычно, дела. А как поживает наша музейная крыса? А-а-а! Да ладно! Экспедиция? А куда? Здорово! Алло! Дим, привет! Тихонов! Как дела? Слушай, тут у меня такая история, мне бы где-нибудь перекантоваться, в общем. Ты уж извини, место у нас сам видишь. Значит, электричка есть на шесть пятьдесят три, на семь десять, потом сорок минут перерыв. Ну что, ложись. Ну, вообще, конечно, какая-то тухлая история с этой квартирой. Бабка ж тебе должна была завещать. Да должна-то должна, только ведь у тебя та не дочь. И вообще, чего сейчас-то уже про это говорить? Как-то чего? А справедливость. Слушай, а может быть, на них суд подать? Куда? Дим, мне просто жалко своего времени. И вообще, что за жизнь пошла, я не понимаю. Все эти разборки, эти квартирные вопросы, все это мне поперек горла уже стоит. Дим, иди сюда! Разборки, говоришь? Да разве это разборки? Вот женишься. Иду, Людок! Ну, ладно, ты располагайся, ложись спать. Что-нибудь обязательно придумаем. И что это? Надолго? Ты понимаешь, что мне скоро рожать? Тссс, Людок! Ну, тихо. Ну, ситуация у человека. Ну, чего ты завелась? А у нас тоже ситуация. У нас тут и так плюнуть некуда. Пусть снимает себе что-то. У нас не ночлежка здесь. Люд, это ненадолго. Он мой однокурсник и друг. А я твоя жена. Ясно? Да что ж такое-то, а? Тихо, директор! Так. Садитесь, садитесь. Какой у вас урок по расписанию? История! Ясно. Что вам было задано? Мне повторить вопрос? Ничего. Мы французскую революцию проходили. Проходили. Мимо. Так, открыли тетради. Пишем самостоятельную работу. Тема. Записываем тему. Влияние французской революции на распад Австро-Венгерской империи. Лев Сергеевич! А зачем вы так торопились? Ну, конечно же. Они ж меня там ждут просто с распростертыми объятиями. На, держись. Здрасте. Ну, ладно, ребятишки, я полетел? Счастливо. 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 Пока. Счастливо. Куда и ты вам полетел? На Канары. На фестиваль. А мы в марте, может, в Калининград поедем на гастроли. В Калининград это здорово. А знаешь, Кант один раз сказал… Лев, подожди, подожди с Кантом. Ты по поводу квартиры узнавал? Как? Все сложно. Ну, в общем, мы пока не можем. Пока? Лев, ты понимаешь, что мы никогда не сможем? Нет, а где мы жить-то будем, а? Так, все, хватит, отдай. И не надо больше. Вообще ничего не надо, Лев! Ань! Подожди! А я смотрю, ты все спишь и спишь. А где будильник? Ладно, пока. Люда! А где будильник? А? А мне нужны часы. Я таблетки по часам принимаю. Я полагаю, вы отдаете себе отчет в том, что наше дальнейшее сотрудничество невозможно. Меня не устраивает отсутствие дисциплины у вас лично, и в тех классах, где вы преподаете. Короче, мне совершенно ясно, что мы не сработаемся. Вам придется подыскать для своих педагогических экспериментов другой полигон. У нас это называется по собственному желанию. А-а-а! Все как назло, понимаешь? Одно за другим. У меня теперь ни квартира, ни работы. Да спокойно, не дри. Что-нибудь нарисуется. Мы сейчас ребятам нашим кинем клич, они поспрашивают по школам, ну и... Нет, можно, конечно, к нам, но у нас жилья не дают. А где дают, Дим? Ситуация, на самом деле, хреновая. Ты сам прекрасно знаешь, что сейчас середина учебного года. Февраль. Все укомплектовано. Да историков, как собак нерезанных. Я вот думаю, может, я каких-то богов прогневил. Угу. Гречневых. Помнишь, как на первом курсе Лешка Акулов брякнул? Боги, говорит, есть римские и гречневые. Да не дрейфь ты, Левка. Ты же у нас самый-самый был. Круглый отличник. Да дурак я, круглый. Что я сейчас Ане скажу? Я вообще не понимаю. Поеду, наверное, завтра в институт. Буду многим кланяться. Может, общагу дадут. Угу. С московской пропиской. Ну, а что мне теперь из Москвы, что ли, выписываться? Алло. Кто? Прохор? А ты где? В Москве? Слушай, так приезжай ко мне. Приезжай ко мне. Левка Тихонов у меня. Да какие дела? Бросай все и давай дуй ко мне. Спрашиваешь? Конечно, бери и все. Давай, все, ждем. Пока. Правда, мужики, ничего не придумаю. Сколько? Три года отработал. И в центр забрали. Все. Ну? Угу. То есть ты крутой. Врано теперь, в городе. Как городишко-то называется? Большие ямки. Какие тебе большие ямки? Я сам из этих мест. Там, знаешь, мне эта ваша столица нафиг не нужна. Там лес. Понимаешь, там речка. Там люди какие. Воздух опять же. Что-то я не понял. Это сейчас что? Рекламная пауза была? Да ну тебе рекламная пауза. Фу. Лех, слушай. А раз у тебя такие дела тут. Может ты ко мне махнешь, а? Правда. Ну такие специалисты во как нужны. Серьезно. Ты можешь свои там методы практиковать. Я тебе полную свободу гарантирую. А чё, хорошая идея. Слушай. Мы тебе домик устроим рядом с речкой. Ты рыбалку любишь? Ну бог с ней с рыбалкой. Там лесок недалеко. Можешь летом по грибочке ходить. Банька опять же. Ну? А банька тоже летом? Слушай, отстань. Ну да налей давай. Лёв, подумай. Сразу ничего не говори. Подумай хорошенько. Ну отличная же идея. Ну конечно, у нас там с зарплатами и для загранпоездок. Понимаю? Ну, на жизнь там хватает. Кроша, ты забыл, что Лев у нас москвич. И Толстой из него хреновый. Вот эти вот все, значит, босиком ходить, крестьянских детей же кто учить, пухать. Это все не для него. Мужики, давайте лучше накатим. Давай. Прошка. Прош. Прошка. Вопрос один. Слушай, а как это село называется? Что? Ну, деревня, где учителя нужны. Не везде нужны. Раздолье, например. Раздолье. Раздолье. Ну что? Красивое название. Привет. Ань, постой, ну, послушай, ну, пожалуйста, послушай, остановись. У меня репетиция. Да, я знаю, я звонил, но дело не в этом. Ань, ну, посмотри на меня, ну, пожалуйста. Ну, посмотри на меня, пожалуйста. Ну, вот. А я уже думал. В общем, у меня есть хорошие новости. Но ты только дослушай. Пойдем, я тебе все расскажу сейчас. Дело в том, что появилось место. Мне предложили место у учителя истории. Вот. И, в общем, представляешь, самое главное, что они дают жилье. Представляешь, у нас будет целый дом. Свой собственный дом на берегу реки. Дом? Ага. Как это? А, наверное, на Рублевке. Да? Тебе предложили работу в школе на Рублевке. Нет, не совсем. Это, это другое место, но тоже, говорят, замечательное. У него название очень еще красивое такое, раздолье. Там берег Волги, там леса грибные, там рыбалка. В общем, Ань, ну, целый дом, Анька, но главное, что мы вместе. Ты сейчас серьезно? Ты хочешь уехать из Москвы в деревню? Это село. А, село. Ну, конечно же, это же в корне меняет все дело. Прекрасно. Ты будешь учить сельских ребятишек, а я буду играть на скрипке коровкам, быкам, поросяткам. У них от этого дои еще повысится. Лёва, если ты сошел с ума, ты можешь ехать куда угодно. В деревню, в село, хоть на хутор. А я… Прости, меня ждет Гайден. Ань. Я уезжаю послезавтра. Я ненадолго, я не навсегда. Я вернусь скоро. Уезжаешь? Значит, ты все уже решил. Сам. Ну, что ж, прекрасно. Счастливого пути. Ну, что, Прохор обещал присылать за тобой машину. Не пропадай, пиши, двони. У меня… Ну, у нее, наверное, репетиция. Да какая, к черту, репетиция, Дима? Левка, ты меня, конечно, извини, это не мое дело, но неужели ты не понимаешь, что она не придет? Да все я понимаю. Ты ей передай вот это только, пожалуйста. Это очень важно. Я-то, конечно, передам, но это твоя Аня. Так, Дима, послушай, не каждая женщина готова быть женой декабриста. Каждая женщина отправляется через три минуты. Просьба занять свои места. Ну, ты держись там. Ага. Ты знаешь, я подумал, что это даже к лучшему. Я ведь давно хотел как-то сменить… Размус, спасибо. Да и вернусь. Это ненадолго. Ну, да. А мы тут обязательно придумаем что-нибудь. Ага. И вытянем тебя из этой мутаракани. Лотова, Лотова, Ланселотова. Ну, и где же обещанные торжественные встречи и оркестр? Эх, прошу-прошу. Ага. Прекрасно. Недостойно. Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Здрасте. А вы не подскажете, как до раздолья добраться? Подскажу. Пойдемте. Давайте помогу. Ага. Сейчас. Ага. Вот спасибо, мужчина. Вот спасибо. У меня туда вот, на весу. Ага. Пойдемте. А колбаски не желаете? Московская. Варенка коптеная, свеженькая, только с поезда. Сейчас примут. Да нет, спасибо. Я сам только что с поезда. Ага. Ага. Вот сюда вот. Автобусы до раздолья ходят? Ходят, ходят. Чего ж не ходить-то? Ходят. Сюда вот, ага. Ходят. Только ушел он уже. А второй-то он вечером будет. Часов семь не раньше. Любань, я аж приехала с Москвы. Ты мне газетки, ты отложи немножечко, я ведь совсем устала вся. Ну, конечно. С Москвы только колбасы привезла, да. А че за колбаса-то? Сейчас все распечатаю быстренько. Ну, давай. Говорим как-то. О, да. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. А вы не подскажете, как мне до раздолья добраться? На автобусе. Ха, да это я знаю. А он ведь вечером. Почему это вечером? Это раздольский вечером, а сейчас можно и на Кулыгинском. Здорово, а Кулыгинский когда? Да. Да! Аурлель Да это говорит о горяхе РАЗДОЛЬЕ Приехали. РАЗДОЛЬЕ Ага, спасибо. Спасибо большое. А где РАЗДОЛЬЕ? Так, вон, сперва через поле, потом левее, к речке. И на мост. Нет, мост давно сломан. Михеич на КАМАЗе газанул. Ты иди вдоль берега, там старые мостки будут. Ну, а потом в горку и... РАЗДОЛЬЕ? Да. Да, да. Ну, спасибо. РАЗДОЛЬЕ О, барахла-то, а. Чего мать это все копила-то все эти годы? Племянчик. Мой тоже хорош. Хранитель истории. Ха-ха-ха. Хранитель истории. Слушай, а где он напитает-то сейчас? А я знаю. Мне какая разница? Мне кажется, надо будет его на обед позвать. А то неудобно. Неудобно, знаешь чё? На потолке спать. Одеяло падает. Давай, снимай. Да ладно. Ага. Опа. К счастью. Ха-ха-ха. 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 Субтитры подогнал «Симон»